всем привет с вами снова алина и сегодня мы поговорим о модельной теме я знаю что очень многие подписчицы моего канала любят узнавать какую-то информацию про модельный бизнес сегодня будет видео полезное потому что я вам расскажу как модели готовятся к съемкам буду рассказывать не только про каких-то супер модели которые готовятся там каким-то потрясающим кампейн нам также буду говорить про обычных моделей ты знаете таких начинающих и тех кто только на пути становления своей карьеры то есть расскажу вам и про обычные модельные какие-то секреты их подготовки к съемке и про какие-то более хардкорные для крупных проектов в общем давайте сегодня поговорим о том как же модели готовятся к съемкам я расскажу вам про одежду про уход про макияж даже про волосы и конечно же даже про питание и думаю что эта информация будет полезна не только девушкам которые как-то начинают свою модельную карьеру нет я думаю эти советы эти рекомендации будут полезны и тем девушкам которые просто хотят применять какие-то лайфхаки модельного бизнеса своей жизни которые просто готовятся например какой-то фотосессии потому что мы живем в век инстаграма в общем сегодня расскажу вам как подготовиться к съемке даже если вы не модель давайте начнем по порядку первое о чем бы я хотела поговорить это наверное питание потому что еда это то что зачастую не учитывается но что чрезвычайно важно модель накануне съемок ну или наверное не даже не накануне съемок а за несколько дней будет стараться не есть ничего того что задерживает жидкость то есть у каждой из нас это свои продукты то есть понятное дело что какие-то соленые огурчики они задерживают жидкость большинства из нас но также я например по себе могу сказать что молочка у меня задерживает жидкости поэтому если мне предстоит какая-то важная фотосъемка важный какой-то проект то я наверное за несколько дней вообще не буду употреблять молочные продукты но может быть только например какой-то кисломолочный то есть йогурт поэтому первое правило при подготовке к съемке у моделей это следить за своим питанием понятное дело что следить за своим питанием нужно круглый год но накануне съемок я бы также порекомендовала использовать лайфхак которым я говорила видео про лайфхаки модели то есть в день съемок стараться не пить то есть не то чтобы вообще там изолировать от себя жидкость но стараться ее минимизировать потому что так вы будете выглядеть суши стройнее и этот лайфхак наверное такой же старый как и модели мира и практически все модели его используют я знаю что ангел викторий секрет вообще просто в буквальном смысле сушатся перед их показами и кстати если вам интересное видео про лайфхаки ангелов викторий секрет перед их показан перед съемками то обязательно пишите в комментариях и я сниму это видео потому что я перечитала просто тонну интервью ангелов викторий секрет и думаю что возможно кому-то эта информация была бы полезна далее думаю очень важно поговорить о волосах да очевидно что ваши волосы должны быть всегда чистыми и особенно на съемку но здесь есть свои нюансы если у вас голова жирная склона к жирности то помыть голову нужно в день съемки то есть буквально за несколько часов до того как вы прибудете на рабочую площадку если у вас волосы сухие то не обязательно их мыть день в день я например мою волосы накануне съемки потому что если я помою волосы в день съемки то могу сказать что во первых ничего не изменится они как-то сильно грязнее не станут но они будут хуже поддаваться укладки чем если бы я их помыла например накануне вечером тут также очень важный момент что нужно уточнить у фотографа какая будет съемка и какие волосы какая укладка вам понадобится так как у меня волосы могут быть и прямыми и волнистыми я всегда стараюсь уточнять фотографы не оставляют она самотек потому что это приводило к не очень хорошим последствиям приходилось переснимать даже материал потому что фотограф стилист они не учитывали текстуру моих волос в том плане что они думают что например они прямые по моим каким-то фотографиям хотя у меня волосы очень хорошо укладываются и им хотелось увидеть локоны в общем приходилось переделать некоторые кадры поэтому я теперь всегда уточняю этот момент и есть такой тоже очень важный вопрос использовать ли маску и кондиционер многие могут сейчас спросить типа в чем здесь вопрос нужно всегда использовать кондиционер маску нет когда я была на конкурсе мисс россия у нас в качестве экспертов по нашим волосам были стилисты мане я думаю все знают эту крупную сеть в общем это настоящий профессионала своего дела и в день когда нам нужно было готовиться для съемки на режу ри и соответственно финал нам говорили что накануне пожалуйста помойте голову но ни в коем случае не используйте маску и бальзам потому что это усложнит укладку и соответственно ваши локоны могут не продержаться также немаловажный момент это конечно маникюр если честно я не раз особенно в ростове в городе собственно в котором я живу встречала модели можно так сказать девочки которые работают для шоурумов которые носят довольно яркий такой вот маникюр который совсем не со всеми нарядами сочетается простите могут автологию сейчас это наверное у меня какая-то просто привычка и я практически всегда ношу вот такие вот натуральные ногти то есть такой маникюр без маникюра и если на съемке понадобится какой-то темный цвет ногтей это гель-лак сейчас у меня на руках я могу сказать что мне могут просто сверху покрыть темным лаком и все никакой проблемы можно хоть несколько раз за съемку перекрашивать потому что с гель-лака обычный лак смывается элементарно и можно экспериментировать с образами и не использовать там какие-то типсы и накладные ногти далее конечно очень важно поговорить о лице поговорить о коже и здесь очень важное правило использовать проверенные средства никогда за несколько дней до съемки модель не будет пробовать какие-нибудь новые продукты какие-нибудь потрясающие масочки разрекламированные средства нет в этом вопросе рисковать ни в коем случае нельзя потому что последствия могут быть очень разными вы можете попробовать новый продукт у вас может появится какое-то раздражение какая-то аллергия это будет ну конечно не самым лучшим событием накануне съемки поэтому модели так никогда не рискует что могу сказать за себя накануне съемок я всегда делаю такой вот своеобразный ритуал я использую легенький скраб кстати сейчас я вам могу буквально оторвать от сердца рассказать про средства которые я использую наверное чаще всего использую их как раз таки на съемках съемок у меня сейчас много и соответственно мне часто приходится использовать эти продукты в общем эта серия от миксит она арбузная пахнет просто потрясающе это наверное та самая модельная серия которые я давно искала потому что она невероятно легкая вообще эта серия состоит из трех средств то есть это скраб это увлажняющая эмульсия и вот такая вот масочка продукты дают реальный моментальный эффект я в этом убедилась на себе что я делаю накануне съемки я использую скраб он довольно деликатный и знаете подготавливает кожу к дальнейшему уходу и позволяет лучше лечь макияжу могу сказать что практически все модели используют скраб накануне далее это просто наверное лучшие вещи серии это вот такая вот гелевая увлажняющая маска самая крутая фишка это маски в том что она прозрачная соответственно в день когда я еду на съемку я утром использовала скраб нанесла на лицо эту маску и все я пошла я села в такси я села в машину пока прошло какое-то время получается маска сработала она действительно увлажнила и я могу сказать наверное даже напитала мою кожу я ее просто смываю либо водой либо промакиваю лицо салфеткой и непосредственно уже перед макияжем я наношу эмульсию тоже из этой серии она невероятно легкая то есть крем нужно ждать все-таки пока впитается эмульсия впитывается ну за считанные секунды и макияж действительно ложится лучше особенно если это будет какой-то знаете такой плотный тональный крем в общем могу сказать что это наверное лучшее средство для подготовки к съемкам у меня за последнее время и кстати миксит специально для моих подписчиков сделали такой просто невероятный подарок они обычно не делают такие акции короче по ссылке в описании вы сможете получить промо-код который даст вам 10 процентов на всю покупку такое по моему миксит впервые так что я ссылки на все продукты обязательно оставлю в описании чтобы вы могли тоже их купить попробовать потому что миксит действительно классные средства и так о лице поговорили давайте поговорим о фигуре о нашем теле я думаю очевидно что большинство моделей накануне съемок используют либо скраб я скраб все-таки для тела использую не супер часто наверное когда мне нужен какой-то более легкий эффект я использую хардкорные такие жесткие мочалки кассе хотя если честно на последней съемке я все-таки использовала скраб ну то есть знаете такой человек непостоянный что-то что отшелушивают мою кожу например если на съемке будет использовано какое-то масло для тела она ляжет намного лучше чем если ваша кожа будет нет скрабированы во всяком случае лично вы это точно ощутите далее что касается тела могу дать такую рекомендацию такой совет в день съемки проведите легкую тренировку именно тренировка она даст вам тот самый противотечный эффект фигура будет более подтянутой более сухой у меня бывает такое что я просыпаюсь с отеками даже если ну накануне ничего такого запрещенного не ела и у меня есть правило я 15 минут просто прыгаю может показаться легко но попрыгайте 15 минут без остановки это действительно крутая тренировка если у вас нет времени тренироваться просто попрыгайте 15 минут действительно сработает и действительно уберет отеки у меня всяком случае с лица ну все сразу уходит далее хочу немножко рассказать вам про одежду уточнение просто про какие-то образы про нижнее белье это та боль с которой я столкнулась когда увидела некоторых начинающих моделей потому что я когда начинала для меня это было очевидно но это очевидно не для многих на съемку нужно надевать телесное белье даже если вы будете сниматься в белой одежде никогда не надевайте пожалуйста понятное дело не черное белье но ни в коем случае не надевайте белое белье под белую одежду я с этим сталкиваюсь регулярно и многие этого не знаю дело в том что белое белье под белой одеждой она еще более заметно чем например даже черная то есть двойное выбеление и ваши белые трусы или ваш белый бюстгальтер будет просвечиваться ну просто так что его с небес будет видно здесь очень важно чтобы белье буквально сливалось с цветом кожи и это будет лучше смотреться на фотографиях понятно дело что он будет не просто лучше смотреться на фотографиях вашего белья не должно быть видно на фотографиях вообще если говорить про трусы извините за выражение то не просто там какие-то стринги которые не видно под одеждой я бы рекомендовал надевать бесшовное белье практически все модели на съемке носят бесшовное белье еще модели очень активно используют силиконовые бюстгальтеры то есть те которые просто наклеиваются на вашу грудь которых абсолютно не видно и они очень подходят для например каких-то открытых платьев где сзади голая спина либо где очень глубокий вырез такие вот варианты наверное тоже одни из самых популярных и если модели предстоит сниматься в каталоге а работа в каталоге это как правило очень вот прям очень-очень много образов за один день по модели которые снимаются в таких съемках как правило используют именно такие вот силиконовые накладные бюстгальтеры в общем бесшовные трусы и силиконный бюстгальтер это главные друзья любой по моему модели если вы начинающая модель то накануне съемки я рекомендовала бы вам залезть в пинтерест и вдохновиться вдохновиться на какие-то позы на какие-то образы возможно если вы сами принимаете участие в создании образов для съемки подсматривать как это делают другие я не вижу в этом ничего плохого потому что это может сэкономить вам время на обучение и соответственно даст вам более качественные снимки могу сказать что я когда начинала я тоже постоянно пользовалась этим и постоянно смотрела какие-то картинки подсказки в интернете также лично за себя могу сказать что когда мне предстоит какая-то конкретная съемка то есть мне нужно конкретное настроение я вдохновляюсь музыкой музыка я наверное, вдохновляюсь не только для стилизованных съемок, а вообще каждый день, когда мне нужно идти на съемку. То есть я продумываю, какие будут примерно образы, какое будет настроение у съемки, где это будет проходить, и подбираю трек-лист. Трек-лист, который я буду слушать и по пути, и который я буду слушать непосредственно на самой съемке, потому что съемки в тишине, как правило, не проходят, они проходят не так продуктивно, чем съемки под музыку, фотограф, стилист, кто-нибудь на съемке всегда включает свою музыку, и этот кто-нибудь на моих съемках и я, потому что я заранее приготовила трек-лист, подготовила музыку, которая будет вдохновлять, которая будет довольно динамичная, позволит мне не устать, потому что между дублями я под нее могу пританцовывать, подпевать. Это тоже настраивает меня на положительный лад. Я считаю, что нельзя недооценивать эффект от музыки, и не зря на всех съемках играет какая-то музыка, и лучше, если это будет музыка, которая располагает вас, располагает модель, и лучше, если вы позаботитесь об этом сами и составите свою подборку музыки. Ну и, конечно, самое важное, это сон. Выспитесь, хорошенько выспитесь перед съемкой, ляжьте заранее, если вы знаете, что вы привыкли ложиться попозже, и съемка будет с утра. Это, наверное, самый очевидный и самый недооцененный совет. На съемках я часто ловила себя на мысли, что где-то через час я могла начать уставать просто из-за того, что у меня был недосып, потому что я недостаточно хорошо выспалась. Так что, если вам предстоит съемка, да и просто какое-то важное мероприятие, возьмите на вооружение себе правило высыпаться. Можно сказать, что сон сразу отражается на лице, и это видно через камеру. Вы можете улыбаться, быть позитивной, но при этом все равно в ваших глазах будет считаться, что вы бы не отказались сейчас поспать или просто полежать на кровати. Вот такие вот советы, наблюдения из моего личного опыта, которыми я хотела поделиться с вами. Так что, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если это так, то не поленитесь поставить ему большой палец вверх. Мне будет очень приятно. Если видео не понравилось, то смело ставьте дизлайк. Мне важна любая ваша реакция. Ну, конечно, большому пальцу вверх, я обрадуюсь чуточку больше. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я всегда стараюсь быть там с вами на связи, обновляю его каждый день, сториз, анонсы, идеи видео. Вы задаете мне вопросы. Обожаю общаться с вами в комментариях, так что рекомендую вам обязательно подписаться. И, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну, а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Вот знаете, накануне съемки всегда по закону подлости хочется сожрать чего-нибудь в Макдональдсе. Вот лично у меня так. Если у меня завтра съемка, значит, вечером я очень сильно захочу Макдональдса. И не всегда смогу удержаться. Ну, не всегда это значит 100%. Скорее всего, я не смогу удержаться. Где моя сила воли?